В Соликамске теперь есть свой молодежный центр, торжественное открытие которого состоялось 25 декабря прошлого года. Это был действительно очень интересный, насыщенный, не скрою, очень сложный год. И, наверное, всего бы то, что нас сейчас окружает, не было, если бы не команда единомышленников, которые уверенно, настойчиво, упорно шли к своей цели. Сегодня слова благодарности всем тем, кто приложил душу, руки, сердце к созданию нашего молодежного центра. В просторном помещении молодежного центра не просто залы и кабинеты, а пространство. Труда, звука, мысли, добра, движения, энергии, действий, творчества и голоса. Отдельные слова благодарности, хочу сказать, правительству Пермского края, агентству по молодежной политике, нашим предприятиям за поддержку в реализации программы «Регион для молодых». Благодаря этому молодежный центр станет точкой притяжения для молодежи не только Соликамского округа, но и всего Верхнеками. И это только начало. Отметим, в прошлом году Пермский край стал одним из регионов, который одержал победу в конкурсе «Росмолодежи» и выиграл 128 миллионов рублей на реализацию мероприятий программы. На эти средства были созданы молодежные инфраструктуры, в том числе открыты молодежные центры в краевой столице, Чусовом и Соликамске. Также в рамках реализации программы был проведен масштабный событийный блок. В частности, в соляной столице прошли автофестиваль «Искра» и фестиваль на Большой улице «Соседи». Проведены митапы для специалистов. Отметим, что в этом году работа по данной программе будет продолжена. В 2024 году нас ждет следующий этап. По итогам 2023 года конкурса мы также являемся в числе победителей. Денежные средства чуть-чуть увеличены. В этом году у нас 144 миллиона рублей федерального финансирования. Часть средств достанется и Соликамску как территории влияния. Впереди у соликамской молодежи участие в гастрольных турах, творческих фестивалях, акселераторы, лектории и прочие события для самореализации в рамках региона для молодых. Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что цель программы – создать комфортную молодежную инфраструктуру в территориях, вовлечь молодых людей в социально полезную деятельность. А в Прикамье молодежь – это четверть населения, 632 тысячи человек. Важно создать для них условия для образования, карьеры, творческой реализации. Данная программа стала подспорим для осуществления мероприятий в молодежной сфере создания для молодых людей необходимой инфраструктуры. Добавим, уже сейчас можно подать заявку в Агентство по делам молодежи на участие в программе на 2025 год. После 29 марта этого года все они будут сформированы в одну общую от региона и направлены для участия во всероссийском этапе конкурса «Росмолодежи». Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова